при работе с паяльной станцией и замене каких-то компонентов мы часто сталкиваемся с тем что вот нам надо поменять какую-то микросхему а рядом стоит разъем который нельзя нагревать или стоит конденсатор который нельзя нагревать как в этом случае работать паяльной станцией как обычно что я наблюдаю у профессиональных электронщиков то есть конденсаторы закрывают колпачками разъемы заклеивают каким-то скотчем или обычно алюминиевым но оставляют зазор да я тоже так делал вот алюминиевый скотч он же проводит тепло то есть плотную к разъему его приклеивать нельзя нужно оставлять зазор в общем очень много возни вот недавно мне пришла такая идея это все делать картоном картон это у нас практически идеальный термоизолятор во-первых во вторых если его намочить он абсолютно пластичен и принимает любую форму смотрите как у меня идеально получилось изолировать вот эту микросхему от рядом стоящего конденсатора я вплотную прилегающего разъема сейчас я уберу этот картон а он сюда уже практически вклеился ты принял такую форму определенно сейчас я вам покажу как я это все делаю вот и еще раз говорю картон это теплоизолятор очень хороший так берем картон смачиваем водой вот так вот немножко ждем одну минуту буквально он становится очень мягкий и берем наш компонент берем наш компонент который нам нужно обклеить вот здесь обратите внимание расстояние очень маленькая до конденсатора и при работе паяльной станции разумеется мы его повредим вот поэтому его нужно обклеить сейчас я это сделаю немножко поменяю ракурс чтобы удобнее было работать поехали так во первых сделаем огибание часть картона отвалилась уже так вот так вот так тут в принципе все но еще есть разъем здесь я еще немножко по-другому сделаю а здесь кстати вот так вот нужно даже придать форму то есть прямо смять руками там или чем-то этот картон то есть прямо облепить как пластилином получается вот и нижнюю часть подогнуть хорошенько самое потому что поток воздуха он пойдет снизу то есть облепили со всех сторон кондер теперь разъем берем опять кусочек размягшего картона кладем его сюда казалось бы да уже можно понять но я его зафиксирую зафиксирую придам ему форму я его даже вот так вот туда впечатаю этот разъем чтобы он точно никуда не делся вот и снизу так снизу я сделаю кромочку то его рано впечатал немножко беру поспешил нужно сделать вот такую не знаю как кромка до прижать его к платье и и потом к разъему вот и по краям вот так вот кромку подогнать так вот прижать ну в принципе все держится то сейчас данный момент уже микросхема можно паять то что картон не высох это вообще без разницы вот без разницы потому что соседние компоненты ну максимум паром до отдаст если что а чат тянуть то сразу и запаяем ой запаяем элемент наверное ракурс надо поменять немножко вот так сбоку так Немного долго отпаивалось Потому что на лаке еще сидит А лак надо заранее убирать Я этого не сделал Но так, ладно Пойдет Вот Все, вот отпаренный элемент Да, на лаке держится он Такая вот система Тойота Платы покрывать лаком Все, это надо почистить Ацетоном Но тем не менее То есть конденсатор, разъемы Все защищено И посмотрим, вот насколько обгорело Так, как это посмотреть-то Сейчас разверну его Да, картон обгорает Обгорает, но это не страшно Он все-таки одноразовый Так что ничего страшного в этом нет Все, то есть ни разъем, ничего не поплавилось Абсолютно Абсолютно Разъем тоже, ну не поплавился Насчет конденсатора Насчет конденсатора Как я могу это проверить И расширенная версия Между прочим, вы такую нигде не найдете Кроме как у нас Курсы по ремонту блоков правления Бензиновые Дизельные выкладывал Рабочие программы Проверенные для оборудования Программки различные Синхронизация блоков, например Флешеры бесплатные Которые с колойником, допустим, работают Распиновки Ну, разные распиновки выкладываю Электросхемы Настройки оборудования Там инструкции Разные бывают, опять же, программы по airbag Дилерские программы Для диагностики автомобилей Например, вот по Fiat, да Вот рабочая программка По General Motors Программка рабочая Прошивки выкладываю Тоже бесплатно Ну и так далее Вот по редактору Венолс часто спрашивают Как научиться редактировать прошивки самостоятельно Вот, пожалуйста Бесплатный редактор Сам, то есть, можно скачать Установить себе на компьютер Урок Уроки Точнее, да, на русском языке Программы по отключению иммобилайзеров Справочник по ремонту ЭБУ Калькуляторы Ну, для всего вообще То есть, тут написано Для чего Если не разбираетесь, почитайте Вот, и так далее И так далее И так далее На этом все Всем ассаламу алейкум Варахматуллахи Ва баракадху Всем счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok